Всем привет, с вами Джамбо Макс и это обзор игры Call of Duty Black Ops 4. В этом видео расскажу вам о режимах, о недостатках игры и о впечатлениях в целом. Прежде чем я начну рассказывать о самой игре, скажу, что я не ярый фанат серии колды и я не играл во все части, лишь в некоторые. Это сказано для того, чтобы вы, если что, не кидали бананами в случае моих ошибочных сравнений с прошлыми частями. И понимаешь, что колда в этот раз для меня в диковинку, ибо в прошлые игровые сезоны я рубал батлу. Но давайте начнем. С Black Ops 4 я познакомился во втором бета-тесте, а именно при тесте режима королевской битвы. И уже на этом этапе она мне очень понравилась. Понравилась из-за стабильной производительности, динамики и механики стрельбы. Но так или иначе, у меня были какие-то сомнения в ее приобретении, ибо когда ты знаешь, что в игре не будет полноценной кампании, то как-то ценник в 4К немного кусается. Ибо во всех предыдущих частях кампания была, а в этой вдруг нет. Отсутствие кампании давит лишь психологически, но поверьте, без нее вам будет чем тут заняться. Игра состоит из трех основных режимов. Зомби, мультиплеер и режим затмения, который представляет собой королевскую битву на 88 человек. Операции за оперативников за режим я не беру, ибо это абсолютно то же самое, что и операции в радуге. Они сделаны лишь для того, чтобы вы понимали возможности каждого оперативника. Кстати, о оперативниках. Club Duty в этом году стало немного тактичнее. В предыдущих частях такого на мою память не было. В этой части, играя в обычный мультиплеер, вы вначале выбираете оперативника, который обладает теми или иными возможностями. И специальной ультой. Кто-то кидает сенсорный дротик, кто-то ставит ловушки, кто-то ставит ограждение и тому подобное. Данные фичи вводят некоторую стратегию и зависимость от команды. Если же раньше в большей степени в колде играли лишь на скилл, идешь на таран и забираешь как можно больше человек, то сейчас там можно играть чуть собраннее, чуть в команде и более слаженно. Ибо все способности персонажа помогают не только набрать побольше очков и выбиться в топ, но и помогают всей команде в некоторых ситуациях. К примеру, играя за Рекона, вы ставите сенсор, который на протяжении некоторого времени показывает всех игроков в некоторой области. Это заставляет всех игроков либо обратить внимание на эту область, либо же просто сгруппироваться, ибо легче, когда ты знаешь, где находятся соперники. И таких примеров очень много. Если вам не нравится такая тема, то идти на раш и показывать свой скил также разрешено. Насчет мультиплеера хочу добавить, что он тут невероятно быстрый, что иногда ты тупо не успеваешь даже подумать, куда тебе нужно идти и что делать. Имеется приличное количество карт, они все довольно примитивные, и даже если ты не знаешь ее, ты понимаешь куда идти. Приличное количество режимов, как на тактику, так и на просто пострелять. Нормальное количество оружия, которое нужно прокачивать со временем. И помимо всего, в этой части нужно вручную лечиться. Да, здоровье автоматом не набирается. Перейдем к режиму зомби. Мне он показался очень замудренным по сравнению с Black Ops 1. Да, я старый и играл в зомби лишь World at War и первую часть Black Ops. Не знаю, как в более новых частях, но в старых все было довольно просто. Убиваешь зомби, копишь за это деньги и покупаешь себе ружье. Все. Чем дальше продержишься, тем лучше. В Black Ops 4 все намного сложнее. Кроме основных правил, у вас появились классы, которые теперь наделены определенной ультой, бусты и перки, которые дают вам преимущество. И теперь нужно думать не только о внутренней тактике, но еще о тактике в персонажах. А так, суть такая же. Бегаешь, копишь деньги и чем дольше прожил, тем больше молодец. Режим зомби, на мой взгляд, превратился в полноценный Left 4 Dead, только не имеющего конечной миссии. Играется довольно весело и интересно. Режим зомби у колды, как всегда, топовый и в этот раз не исключение. Ну и изюминкой игры стала Королевская битва. О ней я скажу в двух словах, она тут очень клевая. Играть одно удовольствие. Стабильно работает, классная динамика, оптимальное количество лута и транспорта. Более подробный обзор вы можете посмотреть в моем обзоре бета-теста. С того времени ничего по сути не изменилось, кроме графы. Ее тут подтянули. И я остался при том же мнение. Это лучший платный батлреаль. Бесспорно. И теперь в целом о игре и о ее недостатках. Игра действительно клевая, приятная механика, много режимов, есть сплитскрин. Единственное, чем она не очень порадовала, так это визуализации. Она тут мыльноватая и не такая детализированная. Это если уж придираться. А так выглядит неплохо. Также в игре есть два минуса мультиплеера. Бредовый коннект. Будьте готовы, что вас будут много перестреливать и убивать, стреляя вблизи с вами, а не в вас. Также очень тупо сделано возрождение. Они тут очень часто меняются. И иногда вы возрождаетесь прямо на кучу соперников. Это ужасно бесит. В целом, мне игра понравилась, ибо она обладает харизмой и в нее хочется продолжать играть. До момента, когда ты перестаешь тащить и когда начинается голимый перестрел. Игрокам, которым нравится более медленный темп боя по типу радуги, батлы, игруха не зайдет из-за своей скорости. Поверьте, она невероятно быстрая. Если же вы любитель Titanfall и любите Overwatch, то игруха для вас будет в самый раз. Отсутствие полноценной кампании никак не сказывается из-за количества режимов. В общем, в этом году колда приятно удивила и стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если понравилось видео, то обязательно влепите под видосом палец вверх, подпишитесь на канал, если вы этого не сделали, а также напишите свое мнение о Black Ops 4. Кстати, по этой игре я собираюсь устраивать сходки, поэтому не забывайте полить инфу в нашей группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр, до новых встреч.